Итак, в данном видеоролике я бы хотел более детально поговорить про сегодняшнее заседание Федеральной резервной системы США, он же Центральный банк, то есть ФРС, который состоится в 21 час 30 минут по московскому времени. И, внимание, сразу прогноз. Ключевую ставку сегодня американцы поднимут на 0,75% примерно. Вот примерно на этот процент. Соответственно, я все к чему клоню. У них сейчас диапазон 0,5-0,75. Вот в диапазоне 0,5-0,75 они ставку будут поднимать сегодня. То есть на сегодня, к примеру говоря, ключевая ставка ФРС составляет 0,5 пункта. Сегодня вечером ключевая ставка будет либо 1%, либо 1,15% годовых. Вот, и внимание, в последнее время я заметил одну интересную парадигму. Джерри Пауэлл отчаянно цитирует Джасуса Уолкера. Ой, извиняюсь, Пола Уолкера, господи. Ошибся, извините. Пола Уолкера, главу ФРС конца 70-х, начало 80-х годов. И внимание, вот, если посмотришь на его лицо, Джерри Пауэлла, то увидишь в этом лице отражение усталости, ненависти, непонимания того, что происходит, и понимание того, что он тотально обосрался. Но из этого тотального эпик фейла, так назовем, Джерри хочет выйти путем повышения ключевой ставки. Внимание! Вы знаете, что рынок ожидает ужесточения ДКП от ФРС до 2,5%. Потолок выше 2,5%, это все, это форс-мажор, ставка там по 3%, по 4%, по 5%, это пипец американской экономики, это тотальный кризис, это кризис хлеща 2008 года и прочего в этом духе, да? Это закручивание инфляционных гаек, которые в дальнейшем опять раскрутятся путем продовольственного кризиса, который у нас впереди так или иначе все равно будет. Я все веду к тому, что, смотрите, я убежден в одном, что Джерри, сука, он поднимет ставку выше 3% в этом году уже. То есть на рубеже 22-го и на 23-й год. Вот, соответственно, мы с вами уже понимаем, мы с вами раньше говорили и сейчас говорим, что американский рынок, недвижимость, рынок акций, рынок облигаций, все, вот все это мировое, то, что мир в баксах, это пузырь, тотальный пузырь всего. И смотрите, я не удивлюсь, если сейчас банки американские берут, как в 2007-2008 году, свапы на рейдс, на недвижку. Я уверен в том, что они потом жестко облажаются. И потом мы опять в СМИ услышим то, что есть там банк, условно говоря, ABC, американский банк, условно такой большой банк, который, как Лемон Бразерс, взял до обанкротства, а его никто не спас. Такое тоже будет, поверьте, надо только подождать. Вот, и я все веду к чему? К тому, что сбить инфляцию путем резкого, бешеного, ужесточения ДКП со стороны ФРС на горизонте ближайшего года, это будет самоубийственная игра. Это игра в свои же ворота, по факту, это забивание голов в свои ворота. То есть, проще объявить дефолт в такой ситуации, проще получить обвал доллара, проще получить конкретное, тотальное уже, извините меня, расторжение Бреттон-Вудского соглашения, тотальное просто, я не знаю, переход на новый золотой стандарт с прикреплением к цифровым валютам, все. Войти в новую эпоху без ожесточенных геополитических баталий. Вот, это выход, это вариант, это выход, главный выход. Но нет, на такой американцы не пойдут. Нет, 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 не пойдут. Уверяю, не пойдут. Соответственно, инфляция сейчас, даже по мере ужесточения ДКП от ФРС, будет расти. Я повторяю, цель десятка. Я об этом вам говорил еще два года назад. Цель 10. У нас будет инфляция с переходом в стагофляцию. Мы уже в стагофляции, между прочим. Хоть об этом и большинство не говорит, но мы уже в стагофляции. И, соответственно, цель десяточка по инфляции у нас будет. 10% в годовом эквиваленте. И, соответственно, ключевая ставка в конце, вероятно, текущего года, в начале следующего, будет в районе 3%. То есть, сегодня ждем ужесточения на 0,5-0,75. Потом они на одном из будущих стадий готовы будут поднять и на процент ключевую ставку. И они конкретно сейчас будут в рынке хомяков трясти. Это, знаете, как, не знаю, это как американские горки сейчас. Только не просто американские, а ФРСовские горы. То вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Но со скоками. Вниз, да, но со скоками. Там упал, отжался, упал, как в армии. Вас ночью, деды, будят, говорят, слышь, ты, ефрейтер, встал. Упал, отжался, все, все. Упал, отжался, то же самое и здесь. Соответственно, составочка нас еще тут поморозит какое-то время. Цель там 3, а то может 4% даже. Ключевая ставка от ФРС. И они экономику свою будут в баранье руку конкретно загибать. Это не избежать. Этого не избежать. Но, внимание, как на это все будет реагировать американский доллар. По мере ужесточения ДКП от ФРС. Правильно? Первую цель, которую я вам озвучил, 102 пункта, отработали. Шикарно, шикарно. Вторая цель, верхняя грань нисходящего канала. Уровень 110-112 пунктов. Вот ее бы еще отработать. А потом уже на вершине паники, когда, извините меня, ВИКС, уровень волатильности рынка, да, будет в районе 2008 года, в районе 100 пунктов, да, когда вот мы сюда потом придем, вот тут уже все. Здесь уже начинается новая эпоха. Эпоха цифровых валют. И, соответственно, уже на этой эпохальной фазе, когда мы получим продовольственный кризис, да, во всем мире, когда мы получим лютый рост на инфляцию, высокую инфляцию, на факторе... когда после кризиса мы получим в любом случае продовольственный кризис, после финансового кризиса получим продовольственный кризис. И на этом факторе у нас будут растить цены на сырьевые товары. Товаров не будет хватать, понимаете? Даже по той же самой нефти дефицит, а, извините меня, сельхозтовары, сельхозугодия сейчас из-за геополитки в полном аншлаге. Цепи поставок не восстанавливаются. Восстановятся ли они там к 23-му году? Это ультра маловероятно. Тот же самый Китай, который сейчас в локдаунах сидит из-за ковида. Не потребляет толком ничего. Спроса нету. Вот большая проблема. И цепь поставок тем более нарушена, повторяюсь. Поэтому по мере паники, по мере перехода в кризис, уже DXY достигнет примерно 112 пунктов. Вот здесь. И вот здесь уже, господа, в рамках такой пятиволновой фигуры, в этот момент времени уже ЕЦБ, европейский центральный банк, будут ключевую ставку поднимать. Они будут поднимать ключевую ставку от уровня 0%, до уровня 2-3%. Им тоже нужно обузать свою инфляцию. Потому что у них инфляция тоже целится на десятку. О чем я тоже вам неоднократно говорил. Это вот текущая инфляция в еврозоне, она пробила уровень 91-го года. Все, цель 10%. А КУЕ, ЕС еще работает, работает, денежная политика мягкая, мягкая, будет ужесточение. И вот тогда, когда будет пик кризиса, тогда включится Европейский центральный банк. Они будут резко нагонять ключевую ставку, резко поднимать ее, резко сворачивать КУЕ. И соответственно, внимание, на этом все мы получим резкое укрепление евро по отношению к доллару. Евро-доллар. То есть, смотрите, сейчас евро цель цель вот сюда. Первая цель это единица, паритет. Вторая цель 0.85 примерно. Вот первая цель сюда, вторая это форт-мажор сюда. Если сюда дойдет, вниз, да, поторгуемся, резко потом вынос увидим евро вверх по отношению к баксу. И будет девальвация доллара в такой ситуации, понимаете? Да, будет девальвация доллара. И, соответственно, доллар в такой ситуации, он у нас полетит на уровне. Вот первая цель будет 88, вторая цель будет 79, третья цель будет 72. На этом всем, извините меня, сырьевый товар будет расти неизбежно. Вот в чем. Финал очевиден, господа и дамы. Финал ультра очевиден. Но до этого момента времени ФРС будут пытаться ставку резко ужесточить. Вот дурак этот старый, он все равно предпринял попытку, какую сделал Пол Уолкер. Тот дурак старый, в 80-е годы, поднял резко ставку. Но тогда госдолг был минимальный, понимаете? Тогда не было проблем с государственными долгами. Тогда был госдолг там несколько триллионов долларов. Это фигня была. Поднять ключевую ставку там до, условно говоря, 15-17% в долларовой зоне. Да хрен с ним. Обуздали инфляцию, на корню обрубили. Но здесь, здесь 30 триллионов баксов госдолг и 100 триллионов баксов небалансовый долг американский. Как вы потом будете при ставке, условно говоря, в 10% это все обеспечивать? Как? Объявите дефолт тогда. Но вы не объявите, потому что вы эстафетную палку не будете передавать китайцам. Вот в чем суть. То есть вы все равно свою монополию в мире сохраните, политическую монополию. И, соответственно, да, козыри будут за американцами. Они останутся за американцами. Этого не избежать. Абсолютно не избежать. Поэтому в такой ситуации при резком ужесточении ДКП, который мы все равно видим в этом году уже, скорее всего. Там, прикиньте, на каждом заседании по 1% будут ставку поднимать. На каждом. Ну, будешь там. На нескольких заседаниях по 1%, там ставка будет уже 3-4%. Это резко ударит по рынку Америки. Да, вот сейчас многие хомяки находятся, которые все равно покупают Америку на просадках, на провалах, на всем этом прочем. Я еще раз напомню. Цель S&P 2200 пунктов. Яма 200. Цель Dow Jones. Яма 200. 19800 пунктов. NASDAQ. Цель вот здесь. 6500 пунктов. Яма 200. Господа, идем медленно, но верно туда. Тем более, акции технологических компаний уже сдуваются. Цель Амазона. Яма 200. 1200 баксов. Цель Apple. Яма 250 долларов. Цель Google. Яма 200. 800 долларов. Facebook. Цель Яма 200 будет ниже. Там 120-130 долларов за акцию. Microsoft. Цель Яма 200. Вообще здесь 120 баксов. Intel. Яма 200. Тоже 36 баксов. Это еще не такой сильный пузырь, между прочим. О, Нетфликс на Яма 200 пришел. Вуаля. Сиди, параситируй. Все. Пузырь сдут. В Нетфликс пузырь сдут. Однозначно. Твердо и четко. Микрон. Цель 34. Тесла. Господи боже мой. Цель вообще Яма 100. Там 300-500 баксов. Промкомпания. Алко. Цель 3640. Это, видите, плеяда с хозяйских средних. American Airlines. Цель вообще сюда на уровне ковидно. 25 баксов. CCL. Карнивал. Цель уровень. Loi 2020. 13-12 долларов. Royal Caribbean. Цель также. 2020 год. Примерно 43 из 40 долларов. 40-43. Exxon Mobil. Цель сюда. 54. Chevron. Цель сюда. На большой проторговке 100 баксов. Haley Burton. Цель сюда. На большую проторговку 20. Schlumberger. Цель на большую проторговку. 27. TransOcean. Но он вообще на дне находится. Так что там сильного падения даже не ожидайте. Pan American Silver. Тоже не особо он, так сказать. Не-не-не. Тут вообще. Так, знаете, это хрень. Хрень. Сильного падения не ожидайте. American Airlines. Цель сюда. 10. Cleveland Cliffs. Цель сюда. На EMA 200. EMA 100. Уровень 16 долларов. Freeport. McMoran. Цель вообще сюда. Получается 27. Потому что медь будет падать. Своя стоимость. Понимаете? Момент кризиса. South Cooper. South & Cooper. Это тоже медиевая компания. Цель сюда. EMA 100. Это 43 доллара. Банки американские. Это вообще покойники ходячие. Цель сюда. Сколько там у нас получается-то? EMA 200 проходит. Нет, не EMA. Вот EMA 100. 104. Вот эта хрень тоже. Видите, проходит. Wells Fargo. Цель. Ну, EMA 200 уже достигнут, в принципе. Ну, вот цель. Вот про торговку большая была. 32. Goldman Sachs. Цель сюда. Вот даже уровень я выставлял здесь. Откуда будут цены разворачиваться? EMA 100. 238. EMA 200. 195. City Group. City Group. Вот, видите, тоже развернулся до этого уровня. Очевидно. Уровень нижней грани боковика. 38. Так. New Mount Corporation. Цель 53. Так. Металлургия американская. Цель вот здесь. 21. United States Steel Corporation. New Core Corporation. Цель вот здесь. 102. Steel Dynamics. Цель вот здесь. 56. Southwestern Energy. Цель здесь вот. 4. Но эту шляпу я не буду озвучивать. Это туфта. Я все к чему это говорю. К тому, что пузыри еще не сдуты. Даже в Америке в промсекторе наблюдается пузыри. Да, товарно-сырьевой цикл будет продолжаться. Это неизбежно. Но, повторюсь еще раз. Повторюсь еще раз. Этот пень старый. Он сейчас ставку будет поднимать, пытаться. Он, понимаете, он так наивно верит, что инфляцию можно обуздать. Он так наивно. Блин. Мы с вами делали ставку на эстагфляцию. Мы на этом бабки подняли неплохие, извините меня. Это акции, драка про металл и прочие в этом духе. Но я все к чему клоню. К тому, что он попытается, Джерри, ставку поднять. Может даже до 5%. Форс-мажорно. А это резкий провал будет американский бумаг. Еще ниже своих текущих, вернее. То есть пузырь будет мега сдутым. Прям проколотым. Как в 2000 году. И потом это восстановление КХАЯМ займет лет 20. То есть вы думаете, перед рынком покупать Америку. Думайте, думайте, думайте. Господа, вы уже в медвежьем рынке находитесь. Вот так, господа. Мы в российском медвежьем, да. Вы в американском медвежьем. Так что, извините меня. Не так все мягко и пушисто, как хотелось бы. Это ни в коем случае не Армагеддон. Не подумайте. Просто предостерегаю. Потому что ставку он решит поднять до 4%, а может до 5%. Посмотрим. Понимаете? Планка 2,5% по ожиданию рынка. А форс-мажор все, что выше 2,5%. И это будет жесть. Это будет, господа, полная, тотальная жесть. Так что, учитывайте такие простые вещи. У нас имеются медиаресурсы в каждом описании, под каждым видеороликом в первом пункте наши телеграм-каналы, во втором пункте в контакт-группах, в третьем Яндекс.Зен, в четвертом Рутюб-канал. На эти медиаресурсы вам настоятельно рекомендую подписаться, чтобы быть в курсе всех событий, какие выходят на наших текстовых ресурсах. Потому что та инфа, которая уходит там, задержка во времени поступает на YouTube. Ну и помните, что мы все обречены на прибыль, лишь время и грамотность стратегия нашей главной союзники. На этом все. Благодарю за внимание. До свидания.